Середина второго периода. Наставник брянской команды срочно берет тайм-аут. Хозяева в матче против Воронежского Бурана горят 1-3. Кого там бить не надо? Надо работать ножкой. Из игры не выключай. Чего у вас? В момент ушел, выключил. Сейчас главное успокоить ребят. Они, конечно, хоккеисты, но в первую очередь это все-таки дети, которым очень важно вселить уверенность и объяснить, что они ни в чем не уступают сопернику. В этом возрасте, если мальчишка талантлив, у него уже проявляются его возможности по умению двигаться на льду. Эти мальчишки быстрее осваивают катание, а приобретя силу уже где-то к 14 годам, они уже видны, что они уже мастера. Но то, кто может быть лучшим когда-то в перспективе, конечно, уже видно сегодня. Это и характер, это и желание каждого победить. Монолог тренера помогает Брянску вернуться в игру. И перед самой сиреной на перерыв хозяева сокращают отставание до минимума 2-3. Теперь уже, предчувствуя нервную концовку, разбор полетов начинается на скамейке воронежской команды. В заключительном периоде хозяева действительно начинают настоящий штурм ворот Бурана. Главным героем этого отрезка становится галкипер гостей Степан Сопрыкин. Бурану удается таки отстоять минимальное преимущество, но в стане брянской команды результатом довольны. Впервые за последнее время на фоне очень серьезного соперника наша команда смотрелась действительно достойно. А нападающий хоккейного Брянска Илья Мошель был признан лучшим игроком матча. У меня получалось там обводить. Один раз забил гол, еще бывало спасал ворота. Увы, но продолжение домашнего турнира сложилось для воспитанников хоккейного клуба Брянск не лучшим образом. В итоге лишь пятое место. Победа же досталась юным хоккеистам из Олексина. Буран второй замкнул тройку призеров Железногорский Металлург. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брянск. Дмитрий Кузнецов.